Здарова, народ! С вами Джон, он же Лопин312, стример Дестин2 на Твиче. Сегодня в этом ролике мы поговорим о парочке вещей. Во-первых, разберём новости Банжи, которые появились в Твиттере. Затем затронем немножко новости про игры Стражей. Затем есть одна вещь, с которой я сталкивался на прошлой неделе и на этой неделе. В испытаниях Осириса. Такой, возможно, новый вид дудоц или что, тоже вот рассмотрим. Дальше у нас сегодня уже через буквально час, даже меньше, чем через час будет Грандмастер. Я думаю, будет последний Грандмастер. На этой неделе. И уже также в этом сезоне будет ротация параллельно с ним. То есть можно будет две штуки закрыть сразу. Ну, посмотрим. В общем, всё это дело разберём. Ну и также немножко поговорим о железном знамени. Плюс, да, поздаю жетоны испытания Осириса. Так как у меня за прошедший день их накопилось порядочно. Может быть, мне что-то нормально упадёт. Ну и в конце ролика поблагодарим спонсоров. Наших ютюбовских спонсоров. Ну а пока что, собственно, начнём. Так, игры Стражи у нас начнутся уже на следующей неделе. Это такой вот ивент, где вот наши персонажи выбирают, какой класс будет самым лучшим. И в этом году у Банджи решили провести его немножко иначе, нежели чем в прошлом году. Ну, судя по тем сливам, которые у нас имеются уже месячной давности. Но мы это уже вкратце когда-то затрагивали. Но в целом, что здесь получается у нас будет? Титаны, Охотники и Варлоки. У них у всех будут свои уникальные плейлисты налётов, где будут проходить игры Стражей. Ну и ты будешь играть только с теми же... С теми же игроками, у которых такой же класс, как у тебя. Это неплохая идея для конкурса, чтобы организовать игры Стражей. Но что является самым крутым, так это модификаторы. То есть, допустим, модификатор бронза. Тебе надо делать убийство гранатами, убийство рукопашными атаками. Ну то есть они там будут уносить больше урона, будут восстанавливаться быстрее. Элементальный урон будет увеличен из различных источников. Дальше у нас идёт серебро. То есть здесь практически всё то же самое, только вы ещё при этом получаете больше силовых патронов. Дальше у нас идёт золото. Что здесь написано? Здоровье, щиты и восстановление увеличены. Кинетические пушки наносят больше урона. Предположительно, эти модификаторы будут работать как своеобразная механика, где команда будет иметь определенные модификаторы, которые также будут работать. И на таких вот подобных налётах будут сфокусированы игры Стражей. Возможно. Ну, посмотрим, как это будет реализовано. Может быть, потом поподробнее эту тему разберём, когда игры Стражей уже будут у нас за дверью. Затем, далее у нас идёт новость из Bungie Help'а с Твиттера. Ну, то есть, уже сегодня, через буквально какое-то время, через полчаса, Destiny 2 перейдёт, будет подвергаться техобслуживанию, и во время этого процесса игроки на PS4 и PS5 могут быть удалены из игры с ошибкой Logan Berry. Ничего такого не ожидается на других платформах. Так что, ну, будьте бдительны, как говорится. А мы тем временем идём дальше. Здесь вот у нас есть такой вот интересный человек, как Урио Белетто. Это тестер рейда в Bungie. И от него очень интересный был пост в ответ на сообщение Козму, одного из комьюнити-менеджеров в Bungie. Козма тогда вот написал то, что... Как вот... Ну, вообще, с чего всё началось? Как вот напугать разработчика меньше, чем пятью словами? И Козма написал одно слово «Телеста». И Урио ему решила на это дело ответить. Он такой говорит, без шуток. Наша команда проверяет Телеста в каждой активности, в каждом столкновении, на всякий случай. И я так подозреваю, речь идёт про Vogue, то есть Wolt of Glass, хрустальный черток, убежище из стекла, который... рейд, который к нам собирается перейти с первой части во вторую. Так что... Можно быть... Можно быть уверенным, что что-то там такое может произойти. Ну ладно. К следующей теме переходим. Достаточно забавно. Так, далее по поводу того самого предполагаемого. Ну, дудосом это, конечно, сильно называть, но всё-таки тема достаточно неприятная. Я думаю, многие, кто играет в «Гсплане Ассирис», с этим сталкивались уже. В общем, сейчас вот вы на футаже увидите. У нас... Мы попались против абузеров. Ну, то есть мы их победили на первом раунде, потом они начали сбрасываться. Ну, естественно, их осуждаем, там вайпаться и так далее. И затем у нас игра зависла. Ну, то есть немножко... Небольшой был подвесон, но типа как вот мы там поржали, ребята попытались за них там добежать, убивать их, фармить их там, ну, прежде чем они сами сбросятся. И вот тут у нас зависла игра, и вы видите, один из игроков моргает. И после этого у нас возник вот такой вот таймер. Видите? 0-0 секунд. То есть то, что раунд завершен, противник вот вышел, один из трех. И в результате... Вот мы их сейчас убьем всех. И мы продолжаем бегать по карте. Ну, то есть видите, да, ничего не происходит. Раунд завершен, 4-0, но при этом игра не завершается, то есть на 5-0 не меняется. Соответственно, возникает вопрос, а какого фига? Что происходит? И это уже не первую неделю такая вещь. Я вот об этом на прошлой неделе говорил, но футажей его не делал. А тут вот прям я смотрю то, что проблема остается, и никто вроде бы даже об этом и не говорит. Ну, то есть... Если... Весь ужас состоит в том, что если люди делать могут такое специально, вот вы представьте, вы, допустим, какая-нибудь сильная киберспар... Вы там дофига сильные киберспортсмены и так далее, и вас чуваки не могут победить, они просто там берут, я не знаю, кикают там своего тиммейта, или у него там что-то с соединением происходит, ну, он там специально это делает, и вы в таком подвешенном состоянии находитесь. То есть здесь весь основной ужас в том, что никто не выигрывает. Если вот игроки... То есть, допустим, если игроки видят то, что они не могут другую тиму победить, они просто так вот берут, эту тему делают, и... Они могут хоть остаться в... Они могут хоть остаться в лобби, хоть выйти, все равно, даже если... Даже если вражеская тима выходит, у вас все равно эта игра будет длиться до тех пор, пока вы сами не выйдете. И вы, естественно, получите поражение. На мой взгляд, это даже гораздо... Ну, это вообще, типа, путь никуда. Это гораздо хуже даже, чем Дудос. Ну, то есть, когда вас засылают там всякими пакетами и загрязняют вам соединения, из-за чего у вас там сеть падает и так далее. Ну, это я совсем вот так вот татурированно рассказал. В общем, да, достаточно неприятная ситуация. Я надеюсь, Bungie что-то с этим сделает. Ну, отправим это нашему комьюнити-менеджеру вот видео с тайм-кодом на этот отрывок, чтобы он как-то ну, посмотрел, я не знаю, что-то... И что-то там ребятам наверх отправил. Ну, потому что, действительно, достаточно стрёмно всё, что происходит по этому вопросу. Ладно, идём дальше. Дальше у нас идут Грандмастеры. Два последних, которые остались в этом сезоне с умерщей, налётом, побоищем. То есть, у нас остался терминал знаний и надзиратель пустоты. Я предполагаю, то, что Bungie на этой неделе сделают как обычно. Ну, то есть, два последних Грандмастера будут доступны в эту неделю. Ну, то есть, как? Вот один будет недельным Грандмастером, а второй будет доступен в общей ротации. Все Грандмастеры, всех оставшихся пяти. И таким вот образом можно будет печать завоевательная сегодня озолотить, по идее. Мы, естественно, с ребятами пойдём всё это дело проходить на ресете. Ну, а кому будет интересно, могут оценить мои вот старые видео годичной давности. Вот как раз ровно почти год назад был Грандмастер терминала знаний. Это был самый первый, по-моему, Грандмастер в Destiny 2. на такой сложности. И он был, ну, поскольку он был первым, достаточно таким вот челленджевым. Поэтому, кому захочет, могут оценить вот старую запись. Там также, я думаю, сегодня, если всё нормально будет, оба Грандмастера выложу уже свежее прохождение. То есть, будет у нас терминал знаний. Также вот есть надзиратель пустоты, которая тоже, тоже этот сумичный налёт у нас уже присутствовал. Прохождение, опять же, на канале есть. Ну, вот такой вот, для того, чтобы немножко память освежить, как там чё было, как там чё надо было проходить. Далее, по поводу железного знамени. у нас оно запустится сегодня, 13 апреля, в 20.00. Что могу сказать? Ребят, новые пушки, вот эти, не появятся на старте текущего железного знамени. Они появятся в следующем сезоне. Ну, точнее, револьверы снайперка, они с первого года Десни 2, вот, ну, ремейки такие своеобразные. А шатганы, пулеметы, совершенно новые пушки, и они появятся только в следующем сезоне. Так что, пока что, расслабляемся в этом плане. Просто, сейчас, что надо делать? Если вы собираетесь засолить контракты железного знамени, то сейчас самое время это сделать на следующий сезон. Чтобы как раз оттуда вот эти самые новые пушки достать, чтобы получить больше опыта для того, чтобы прокачать ваш артефакт быстрее и подготовиться к рейду. Ну, в общем, самое время, как говорится. Время фарма твердой руки, я думаю, уже прошло для многих. Так, сейчас мы поздаем жетоны испытания осилиса, которые у меня накопились. И потом в конце попробую собрать билд под грандмастер. Я думаю, я на оба этих налета, если они, конечно, будут в таком двойном количестве, пойду на варлоки и попробую собрать себе статистного лока, чтобы на нем пройти их. Так же, что могу сказать? Есть у меня парочка моментов, которые я обещал в этом видео сделать, но к сожалению, пока время нас поджимает, и я думаю, это у нас перенесется все на завтра. То есть, я хотел поговорить о читерах, я хотел там просмотреть парочку забавных роликов, хотел поговорить про майора Грома и про Mortal Kombat, на которые я сходил на выходных. Ну и, в принципе, вообще. То есть, все то, что я обещал, я помню, в отдельном видосе мы это все оговорим, просто сейчас у нас уже ресет горит, и надо готовиться Грандмастеру, надо сдавать жетоны, пока у нас не сгорели, собственно, они. В общем, да, погнали. Так, ну что ж, спасибо, Сейн. В общем, сегодня жетонов у нас даже еще больше, чем в прошлый раз, испытания силится 450, то есть, это у нас примерно 22 ранга будет, которую мы сдадим, и попробуем поутать оттуда что-то прикольное на моего охотника, то есть, я попробую вытащить шмотки со статами получше, и этот, как его называют, и магматический моуд еще достать, то есть, у меня есть с быстрым извлечением полосой удач, это, конечно, достаточно крутой ролл, я с ним уже успел в испытании от Сириса побегать, покайфовать, но быстрое извлечение собирается понерфить, так что мне нужен будет ролл с быстрым ударом из полосы удач, надеюсь, что-то подобное выпадет, ну или быстрый удар и ну или быстрое извлечение и первый выстрел, точнее, быстрый прицел, ну вот примерно как тот, который у меня вот сейчас вот тут присутствует, но только что вместо быстрого удара было быстрое извлечение, ну и было бы неплохо, господи, Сейн, что ж ты такой громкий, ну и было бы неплохо какой-нибудь ракетницу нормальную более-менее залутать, в общем, попытаем наши шансы у нашего говорливого титана, он вообще практически не затыкается, реально, погнали, опять же, когда у меня все три слота заполнятся, буду их, как бы сказать, буду их чистить, потихонечку, так, пульса, руки, пульса снова, вот что-что, посланец реально очень часто падает, хотя его об этом уже никто не просит, у меня там и обычная версия есть нормальная с изгоем и с арвиголовой, и адептовская, уже куда мне напихивать дальше, Сейн, остановись, давай револьверы, так, второй слот мне пока что ничего не дает, жадина, зато грудей, ну ладно, смотрим, фигня, мне вот фигня, мне вот на охотника нужна грудь на большую подвижность восстановления и на интеллект, да, знаю, губы закатанной машины достаем, ну, вот блин, большой, хороший показатель подвижности и восстановления, но низкий интеллекта, почти, почти, неплохо, неплохо было, ракетница, окей, пошла жара, дробовик, ну, смотрим, что у нас первый слот, двойной заряжатель, убийственный вихрь, ну, теперь, когда астральный горизонт у нас будет с излишками и быстрым излечением, то, соответственно, надо рулить такой вот ролл, но, кстати, я думаю, если вам упадет излишки и проворство, то его тоже, в принципе, можно оставить, так как проворство потом бафнут, движущая цель один за всех, мой любимый, один за всех, движущая цель и сорви голова, мэ, спасибо, продолжаем, снова дробовик, револьвер, здрасте, вообще, первая пушка, которая мне упала во второй слот за сегодняшнюю сдачу, лады, ладно, смотрим руки, не для скуки, так, фигня, фигня, хотя, фигня, ладно, хрень, ладно, еще пять рангов, трабоик, свой, снова револьвер, сверху, банжи, да вы прям балуете, грудь, груди у нас не заполненные, так, еще два ранка, меч, так но проверяем меч фигня молодьба и модуль свяжения ну вот молодьба сейчас конечно в пвпп работает на пове вот серьезно кто-то ставите молодьбу даже ппп но блин вместо какого-нибудь дальномера или киллерского магазина прости господи еще меч спасибо спасибо ладно от житонов мы полностью избавились смотрим что же нам они выдали золотой свинец и первый выстрел офигенно что же мы получили за 22 ранга свинец и убийственный вихрь не револьвера мы оставим на сладкое меч мы сразу разбираем гадрольный плащ тоже ноги фигня фигня хрень полная причем глава ну блин интеллекта конечно больше чем в моей голове этой тут подвижности забить ладно вся надежда на револьверы быстро и после лечения проворства ну вот этот пер конечно заиграет в будущем но я наверное все таки адептскую версию достану где проворство будет на выбор с другим пассивным с другим перком в 3 в этой столбик быстро изучение и один за всех наша любимая атака дролл да ну окей я тебя понял игра один револьвер за неделю ну ладно какой же у меня чистый персонаж вот как начали как пришел так и закончил ну разве что в легендарных осколков больше стало то какой у тебя лут пул позор сын ладно погнали собирать билд на варлока так что касается моего билда на сумеречный налет а тут я решил немного поэкспериментировать ну совсем чуть ну то есть во первых я пойду на стая сном варлоке с гранатой хрупкой лед с призрачным дозорным ну и с ледяным импульсом на самом деле мне эта турелька статусная очень пве нравится потому что она стоит в потому что она стоит очень долго враги и и игнорят и по-моему на протяжении 20 секунд она их просто тупо морозит из-за из-за этого очень эффективным средством становится для того чтобы контролировать толпу а в том же самом как его называют а вот в этих двух налетах у нас будет очень много моментов где надо будет защищать точки то есть это будет во первых надзиратель пустоты где надо будет три точки защищать пока мы на них будем стоять и туда будут постоянно идти мобы и в терминале знаний тоже будет три точки в конце уже на боссе где нам тоже надо будет их дефать от кучки мобов соответственно я поэтому и беру вот этого дозорного плюс еще вот такие вот ставлю фрагменты ну типа шоп многогранников чтобы был увеличенный урон эффект шоп от стойкости чтобы эффект замедления длился дольше опять же турельки от всего остального ну и шоп от преломления уничтожая замедленные замороженные цели вы получаете энергию классовые способности чтобы потом в дальнейшем ну я же буду при этом еще раскол ставить у меня классовая способность будет откатываться каждый раз когда буду ставить классу используют классу способность меня при этом будет еще откатываться гранаты которые опять же мне помогут станет противников и получать энергию классовой способности ну то есть когда я их буду убивать ну то есть такой вот замкнутый круг получается у нас Небольшой Опять же, мой любимый слепящий гранатомет Глаголишь истину Чтобы, опять же, тех же самых мобов контролить Ну и ксенофак я тут беру, потому что Вместо анархии Я попробую с ним поиграть Так как у нас будут Такие вот боссы, как Карген По которому Немножко проблематично становится попасть Пока он там Пока ты от него бегаешь Он же шары свои пускает эти пустотные Где, по земле На который нельзя наступать, иначе они тебя убьют Или подбросят аж до космоса Ну, можете предыдущую запись посмотреть, убедиться Так что, да, я думаю, я буду его морозить И стрелять по нему ксенофага, чтоб наверняка И при этом Буду использовать Гнев Распутина, ну, чтобы Если мобов будет совсем уж слишком много Убивать их И спаунить эти шары при помощи ксенофага И потом уже таким образом Эти шары уничтожать и уничтожать мобов Также у нас тут есть заряд уничтожителя щита Чтобы получать Заряд света Увеличенный урон по мобам После того, как мы снесем ему какой-то щит Ну, который соответствует нашей пушке На самом деле, не помню Были ли у нас там Пустотные или солнечные щиты В больших количествах Ну, окей, пускай будет Также Локаторы боепассов для Для гранатомета Для пулемета Душу вечности я достал из хранилища Чтобы Для своих тиммейтов Делать патроны добиванием Ну, опять же При помощи Культа озарения Добивая элитных врагов Мы делаем патроны Также Сопротивляемость к урону перестрелки Я поставил Хотя, я не знаю Может быть, даже поставлю урон по площади Посмотрим Опять же Надо будет тут смотреть Ну, и сборщик боепассов для пулеметов И все остальное, в принципе Там вот уже Не знаю Что тиммейты возьмут Если там возьмут Варлока на кладезь Это будет хорошо Если возьмут Охотника В инвизе Чтоб он при этом еще арбы делал Еще будет круче Ну, я думаю Титана с куполом Тоже может подойти Средней ветке Для этих двух налетов В общем, попробую Любопытно Я до этого на ставственном Варлоке-то Может, и проходил Грандмастера Но, по крайней мере, я этого сейчас не помню Ну, с Турелькой хочется позабавиться Ну Так как она мне очень понравилась Пока я проходил этот Как его называют Затерянный Затерянный сектор В соло Кстати, да Надо бы его Будет допройти Потому что на этой неделе У нас сезонные испытания Уже Можно будет выполнить Я тут немножко отстаю Так как мне надо сделать Легендарный сектор Пройти с луками Там, пулеметами И так далее И В Грандмастерах там всяких Воителей, я думаю Сегодня мы как раз добьем Ну и в полном сете побегать еще Тут у меня на Титане Лежат на почте Чтобы Конкретно этому день уделить В общем, как-то так Но это что касается Такой вот Промежуточной подготовки К Грандмастеру Естественно, скорее всего Придется все Все эти мои Милды менять Но Попробуем Почему нет Прикольно будет Я думаю Ну и Меня единственное Что смущает Надзиратели пустоты Там В конце Мы будем смотреть вниз Где будет целая кучка воителей И Там Опять же Почему я взять Решил ксенофаг Думаю Это будет на дистанции Более эффективно Чем анархия Так как Анархии Блин В них фиг попадешь Пока они там двигаются Они там будут Подругу фигачить Посмотрим В общем Зайдет ли мне ксенофаг Но на всякий случай У меня последователи Есть Скаутка С С С отрежающим оружием Для того Чтобы больше урона Было по боссам И на крайний случай Можно будет просто Ковырять Тупо сидеть Как-то так Достаточно Мобов сверху Поковыряем А потом уже Вниз спустимся Будем их там Собственно Будем их там Собственно убивать Я там не помню Там то ли 6 То ли 8 Воителей будет в конце Так что будет весело Я чувствую опять Как и год назад В общем Ладно С этим Мы закончили Совсем Перейдем К завершающей части Нашего видео Хочу поблагодарить Четырех Четырех последних Спонсоров Нашего канала Которые Оформили подписку И таким образом Меня поддержали Это Вердикс Извини Веридис Вэм Который подписался На Дрэджина Пофо Чиксес Надеюсь я правильно Читаю ребят Сори если что Который Оформил Ашвершителя Блин Братюнь Большое тебе спасибо Прям вообще Это Гигантская помощь Найтин Который тоже Оформил Дрэджина И Стрэнджер 120 гигабайт Который оформил Путника Что могу сказать Ребят У нас У нас на канале Есть вот Такая вот Кнопка Спонсировать При помощи которой Вы можете поддержать Вашего ютубера Слэш стримера То есть здесь вот Как видите Есть несколько опций Есть Путник За 25 рублей Есть Дрэджин За 49 Есть Тень За 249 Есть Безупречный За 700 рублей И Вершитель До 1800 За поддержку канала Вы также получаете Специальный значок Который будет показываться Рядом с вашими комментариями Сообщениями И сообщениями в чате Ну то есть За первые там Несколько месяцев Зеленая Нграмка Потом синяя Потом фиолетовая Потом мощная Потом Яркая Нграмка И потом уже Для самых преданных Спонсоров Будет экзотическая Нграмка Ну и Также Оформив Спонсорство Получается Эмодзи От автора Канала Которые можно Направлять в комментариях В чате То есть нам Для Открытия Следующего Эмодзи Осталось 4 спонсора Как раз То есть Здесь Любой уровень Любая подписка Даже за 25 рублей Поможет мне В их разблокировке Так что Если вы меня поддержите Буду очень вам Сильно благодарен Ребят Как то так Ну и Не забываем Проходить по ссылочкам Которые есть В описании Ролика По ссылочке Кинопоиска ВК комбо Ну и Про спонсорство Я уже Про спонсорство В целом Я уже сказал Всем спасибо Ребят за просмотр Кому ролик понравился Всем кто на канале Ноньки Не забываем Поставить лайк Подписаться Подписаться на канал Написать какой-нибудь Комментарий Для поддержания Видео Ну и Нажать на колокольчик Чтоб не пропускать Уведомления О выходе новых видосов Всем спасибо За просмотр Пойдем готовиться Грандмастеру Всем пока